Как только мой папа начинает действовать, лучше бежать подальше. А мне кажется, что твой папа очень добрый человек. Мы первый раз встретились, а он уже заботится о моих собаках. Думаю, в будущем мы будем очень близки. Не переживайте. Я на вашей стороне. И знаешь что? Он предложил себя на роль моего тайного агента, чтобы помочь мне разогнать его фолигматичного сына. Эти звери перевернули дом вверх дном. Вверх дном. Знаешь, что означает тот факт, что он до сих пор их мне не вернул? Отвечает добром на зло? Любит моих собак, полюбит и меня. Для такого количества собак? Квартира моей дочери маленькая, и людям-то негде ночевать. Протест – это рукопашный разговор, а запугивание – это способности разума. К тому же, там была твоя тетя. Что бы я ни спросил, услышал бы от него ложь. Точно, ты прав. Так песиков мы взяли в заложники? Да, звериный плян. Если твои собаки завоевали его дом, он стал чуть-чуть к тебе ближе. Конечно. Наша первая встреча была неожиданной. Однако в этом есть свои плюсы. Это дает немного времени и пространства. Поэтому к следующей встрече мы оба будем морально готовы. Знаешь, как это называется? Ну-ка. Знания могут изменить жизнь. Мелочи могут помочь влюбить в себя тесте. Думаешь, ты прошел проверку? Не просто прошел, а завоевал его сердце. Если конкретнее, это план нашего завоевания. Посмотри на этот стейк – средняя прожарка. Сейчас ваши отношения на таком уровне. Вы друг друга хорошо знаете, но до конечной формы. Предстоит еще восполнить 20%. Хотите сказать, что время пока не пришло? Мясо средней прожарки самое вкусное. Сейчас самое время съесть стейк целиком. Нельзя упускать такой шанс. Если захочешь перейти от дружбы к любви после стопроцентной готовности, будет поздно. Корпус этого дрона? Такой приятный на ощупь. Директор, корпус, о котором вы говорите, разработал ваш покорный слуга. Эти ножки выглядят такими тонкими? Они выглядят такими, но не стоит недооценивать их прочность и долговечность. Углеродное волокно. Я выбрала идеальную модель, да? Отойди, директор. Камера, которую я сконструировал, просто удивительная. Изображение просто завораживает. В полете его возможности будут равнозначны ястребу. Если бы охотник был человеком, он был бы идеальным мужчиной, верно? Не нормальная? Босс, вы же со мной согласны, верно? Конечно, согласна. Я даже догадываюсь, кто этот идеальный мужчина, который стал источником вдохновения. Почему его назвали охотником? Может, лучше назвать его идеальным мужчиной? Именно. Здравствуйте, доставка. Кто Венди? Это я. Я заберу. В такой замечательный момент я решила заказать еду и отметить это дело. Давайте. Морепродукты и шампанское? Директор, что это за торжественная церемония открытия? Цинь, помоги мне. Положи это здесь. Так много всего. Выглядит вкусно. Это? Попробуй. Вкусно выглядит. Ши Юэ. Охотник. И шампанское. Ешьте. Приступим. Самое время перекусить. Давайте. Сяо Вань, я тебе почищу. У тебя на сегодня есть планы? Пойдем к твоему отцу. Навестим собак. Снова? Два дня назад ты приносил фрукты. Вчера приходил заменить лампочку. А в итоге пошел с папой к дяде Лью играть в карты. Ты не понимаешь. Ты не понимаешь, как важна для мужчины битва, победа и слава. Зато я понимаю, что дяди, которые с детства заботились обо мне, не обращают больше на меня внимания. Никогда раньше не видела парня, который был бы так привязан к будущему тестю. Только не говори, что завидуешь тому, как хорошо мы с твоим отцом ладим. Не завидую. Уверена? Не завидую я. Твои глаза тебя выдают. Хорошо, я никуда не пойду. Я просто прилипну к тебе и не буду отлипать целыми днями. Сегодня, завтра, послезавтра. Давай не будем ходить даже в ванную, просто лежать вместе. Ты можешь себя нормально вести? Давай сегодня сходим, сегодня там будет сестра, вы еще не знакомы с ней. Скажи честно, сколько человек в твоей семье? Еще есть Джинхао, но ты уже давно заслужил его доверие. Моя сестра самая спокойная и добрая в нашей семье. Уверена, ты ей понравишься. Конечно, самым сложным человеком я уже поладил. Сестра! 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 Что с тобой? Это моя сестра, это… Ши Юэ, правильно? Привет. Цяо много о тебе рассказывала. Вы, вы видите, так молодо. Кстати, я привез собачьих безделушек для дяди Нани. Я слышал, у вас бывает бессонница, поэтому привез вам хорошую маску для лица. Оставлю это здесь. Не стоило так утруждаться. Папа ждет тебя в комнате Наньсы. Я пойду с тобой. Папа позвал только его. Откуда он узнает, где комната Наньсы? Моя сестра обычно не такая. Папа? Дядя. А вы как раз вовремя. Не могу решить, как лучше ходить. Ши Юэ, посмотрим. Цяо, нарежь нам фруктов. Конечно. Твоя пушка уберет моего рыцаря. Может тебе стоит просто сделать ход? Вы предпочитаете заманивать врага, а я предпочитаю прятаться. Какое коварство. На войне это действительно мощная стратегия. Но в любви это неудачная тактика. Будьте уверены, я предельно честен с Наньсяо. А со мной? Ты что-то скрываешь от меня? Нет. С вами я тоже честен. Тогда расскажи мне о своем прошлом. Вы должны знать, что последние годы я был владельцем бара. У меня не было четкого графика работы. Я часто не досыпал. Это тяжелая работа. В твоем прошлом нет ничего плохого. Это не так. Но не стоит вспоминать о прошлом. Ты не хочешь об этом вспоминать? Или тебе стыдно об этом говорить? Я же не хочу надеть. Я же не хочу надеть. Что с тобой не так? Придать меня в такой момент. Почему ты сегодня была такой серьёзной? Я сказала ему, что ты самая добрая и спокойная, и с тобой будет легко. Шиоэ, ты уверена насчёт него? Конечно. А ты думала, я играю с ним? Ты бы так не подумала знать, через что мы вместе прошли. Я верю в правильность твоих решений и выбор. Что бы ни решила, я тебя поддержу. Если у тебя есть время, составь Папе компанию и поговори с ним. Скажи ему это. Если бы он хотя бы наполовину принимал, всё проще. Есть некоторые вещи, которые ты воспринимаешь нормально. Но когда ты рассказываешь об этом Папе, всё становится намного сложнее. Например. Запомни, чтобы Папа не говорил или делал. Он делает это ради тебя. Он проверил прошлое Шиоэ через своих старых товарищей. Включая последние несколько лет. Папа, Папа, я могу объяснить. Здесь информация и фотографии. Здесь всё. Что тут объяснять? За всем этим стоит другая история. Просто послушай меня. Ты можешь объяснить. Но смогу ли я это объяснить другим? Если бы у тебя была дочь, и она решила выйти замуж за кого-то с сомнительной репутацией, как отец, ты бы смирился с этим? Она моя последняя надежда. Я хочу, чтобы она нашла хорошего мужчину. Но ты недостаточно хорош для неё. Меня не волнует, что думают другие. Я не хочу никому ничего объяснять. Я знаю, какой он человек. Это мне с ним жить. Как несколько фотографий и файлов могут рассказать, какой он человек? Ты хоть спросил его, за что его исключили? Ты хоть представляешь, через что ему пришлось пройти? Ты ничего не спросил, просто сказал, что он недостаточно хорош. Отверг вот так просто человека. Разве это справедливо? Если он действительно ни в чём не виновен, тогда почему? Почему он так избегал разговоры о прошлом? А ты дал ему возможность закончить говорить? Дело не в том, что он не смог закончить, а в том, что он даже не начал. Он тоже считает, что не подходит тебе. Он недостаточно хорош для меня? Или для командира Нань? Ши-юэ, пойдём. Я хочу, чтобы мы были вместе открыты. Больно? Семь лет назад, Семь лет назад меня исключили за кражу документов. Тогда же моего отца ростовщики забили до смерти. После своей смерти он оставил мне разрушенную репутацию и кучу долгов. Тогда у меня ничего не было. Я каждый день жил в страхе из-за ростовщиков. Каждый раз, слыша стук в дверь, тут же выпрыгивал в окно. В конце концов, полиция помогла мне избавиться от этих людей. Потом я влился в окружение наркоторговца. Я помог полиции поймать его. Это время было похоже на чёрную пропасть. Каждый день я снова и снова возвращался назад. Вы правы. У меня грязное прошлое. И я не хочу его вспоминать. У меня было жестокое прошлое, но я никогда не считал себя хуже других. У меня запятнанное прошлое, но я никогда не забывал о совести. Я всегда понимал, что можно делать, а чего нельзя. У меня не было возможности стать солдатом. Я никогда этого не забуду. Но как солдат, я всегда был вынослив. Смеешь говорить о выносливости солдата? И как же ты докажешь свои слова? Только Цяо. Только она способна поверить в эту ложь. Я никогда... Никогда не рассказывал ей об этом. Каждый раз, когда я пытался ей рассказать, она говорила, что мое прошлое ее не волнует. Важно только будущее. И по этой причине я должен дать ей это будущее. Будущее, наполненное счастьем. Не волнуйтесь. Я не заберу ее насильно. Я уважаю вас. Я подожду. До тех пор, пока вы не примете мою сторону. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Папа, я принесла лекарство от простуды. С утра ты его так и не принял. Забудь. Я не в настроении. Ты все равно должен принять лекарство. Ты вчера простудился. Я оставлю его здесь. Не пытайся меня смягчить. Зачем ты так бросаешь рубашку, которую сшила мама? Даже упоминание о твоей матери меня не смягчит. Разве твоя семья не возражала против ваших отношений с мамой? Но вы все равно любили друг друга всю жизнь. Зачем ты так и не принесла? Продолжение следует... Позови его назад. Пусть переоденется в мою одежду. Продолжение следует... Прости. Я не знаю, кто дал это досье моему отцу. Все в порядке. Рано или поздно он бы узнал. Я все равно с тобой не расстанусь. Рано или поздно он бы узнал, кто дал это досье моему отцу. Рано или поздно он бы узнал, кто дал это досье моему отцу. Рано или поздно он бы узнал, кто дал это досье моему отцу. Ты можешь платить по частям каждый день. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро! Ты ходила за продуктами? Да. Я думал, ты не умеешь готовить. Я нет. А ты умеешь. Умею. Тогда какие таланты скрыты в тебе? Я могу есть. Есть. Хочешь сказать «есть»? То, что я приготовлю? Хорошо. Тогда я пошёл готовить. Хорошо. 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 tak Продолжение следует... Продолжение следует... Твоя машина сегодня не на ходу, да? Я пришла забрать тебя с работы. Я думал, ты не умеешь водить. Я уже заплатила. Ты справишься с ним? А ты? Ты? Твоя машина сегодня не на ходу. Твоя машина сегодня не на ходу. Сейчас здесь слишком опасно. Из-за Джао Юциня. Он мучает меня. Что вы будете делать? Когда всё закончится, я вернусь и буду сражаться с ним, пока один из нас не умрёт. Здесь многое произошло. Но мне запомнилось... Только связанное с Шиёе. Мой бывший как-то сказал мне... Однажды тот, кто спас тебя, может стать твоим врагом. В тот день... Когда я спасла его в этом месте... Я спросила его, кем он хочет быть. Он не ответил мне. Воспоминания... Ранят? Да. Воспоминания... Ранят. Я не должна была возвращаться сюда. Но моё тело не хотело меня слушать. После обмена... Мы уйдём. И никогда не вернёмся. Вы не хотите возвращаться? Я не хочу... Чтобы мы стали врагами. Воспоминания... 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 Продолжение следует... 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 Хорошо, начнем. Он превзойдет Феникс. Но, босс, мы ничего не видим и не можем визуально управлять им. Прислушайся к интуиции. Максимальное время полета охотника – 15-20 минут. В условиях высокой температуры и на высоте, может быть, и меньше. К тому же дрон возвращается медленнее, чем взлетает. Продолжать полет рискованно. Продолжай. Ты должен ее убедить. Если батарея выйдет из строя и дрон упадет, все наши труды пропадут даром. Возвращай. Не сдавайся, не сдавайся. Иначе сын надо мной будет смеяться. Давай сделаем ставки. Спорим, что дрон приземлится в метре от места взлета. Мы даже не знаем, сможет ли он вернуться. Откуда такая уверенность? Я верю в программу, которую ты написала. Хорошо. На что спорим? Ответ на вопрос, который ты задала. Вернулся! Он вернулся! Почти разрядился. Переходи наручную. Хорошо. Но это ненадежно. Приземлился в 98 сантиметрах от места взлета. Мы смогли контролировать его курс. Алло? Ты победил? Можешь мне не отвечать? Я не хочу больше быть Ши Цзюнсином. Тебе нравится Ши Юэ, поэтому я буду Ши Юэ. Сообщите Таю, что мы меняемся местами. Понял. Да? Поменяемся местами. Понял. Следуй за машиной, госпожа Ань. Меняемся местами. Хорошо. Хорошо. Босс. Звонили с фабрики. Наши люди работают сверхурочно. Они уже злые. Не смотри на меня так. У меня нет идей. Когда я там появляюсь, они кричат на меня. Я не могу с ними справиться. Не смотри на меня так. Я не разбираюсь в этом. Они меня просто пошлют. Один из вас может вести переговоры, а второй разбирается в технологии. Идите вместе. Спасибо заранее. Пошли. Почему бы тебе не пойти с нами? Раз уж я здесь, я хочу еще кое-что проверить. Тогда я разберусь с фабрикой. Оставлю это на тебя, босс. Оставлю это на тебя. Оставлю это на тебя. Оставлю это на тебя. Оставлю это на тебя. Продолжение следует...